Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Взыскание долгов прямо на дороге. Рейд судебных приставов совместно с сотрудниками ЕБДД прошел на улицах Махачкалы. Родные языки сохранят в Дагестане. Более 340 тысяч учебников по национальным языкам закупили в республике за последние два года. В зеленые километры на аллее трех конфессий. Более 400 представителей мировых религий посадили саженцы деревьев в центре имени правилка ИСИ. Проверку автомобилистов на наличие долгов устроили судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД. Рейд прошел на улице Магомеда Яракского. Водители останавливали, инспектировали на наличие долгов и описывали имущество должников. В ходе мероприятий приставы выявили более 10 неплательщиков. Все подробности у Камиля Девятого. Подобные рейды Федеральная служба судебных приставов устраивает регулярно. В этот раз приставы Ленинского района Махачкалы работали в районе педагогического университета. Причем, по официальной информации ведомства, подобные рейды будут продолжаться на столичных улицах и в дальнейшем. Цель наших мероприятий – выявление и взыскание задолженности у должников по исполнительным производствам, находящимся на исполнении УФСП Республики Дагестан. Служба судебных приставов исполняет решение судов по взысканию долгов с граждан. В первую очередь приставов интересуют те, кто не платит налоги, алименты, кредиты и штрафы. Судебные приставы наделены полномочиями проводить разысные мероприятия, а также изымать имущество в счет уплаты долга. Люди могут воспользоваться разными приложениями и интернет-приложениями. Есть у нас приложение УФСП России, там можно выяснить, посмотреть все задолженности и по административным, и по остальным штрафам. Все задолженности там показывают. И можно заблагодаренно, позвонив судебному приставу, где он зарегистрирован, узнать, какие у него задолженности, какие у него долги и погасить их. На помощь приставам пришли сотрудники ГИБДД. Дорожные полицейские оказывают содействие судебным приставам исполнителям в ходе исполнительного производства, в том числе при осуществлении розыска должников. Останавливаем транспортные средства, проверяем документы на наличие их, потом проверяем по базе судебных приставов на наличие задолженности. То есть, если задолженность превышает определенную сумму, то уже судебные приставы прибегают к мерам, чтобы водитель оплачивал штрафы. В управлении судебных приставов по республике напоминают, автомобилисты, пренебрегающие выплатой штрафов и налоговых задолженностей, рискуют остаться без своих транспортных средств. Камиль Девятов, Салман Гитихмая, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан – самая непьющая республика в стране. Она заняла первое место среди регионов с наименьшим процентом употребления алкоголя. По данным экспертов РИА Новости, которые составили рейтинг, Дагестан также показал отличные результаты по общему проценту населения, занимающегося физкультурой. Более 340 тысяч учебников по родным языкам закупили в республике за два года. Об этом стало известно в ходе круглого стола по вопросам сохранения родных языков. В его работе принял участие и замминистра просвещения России Виктор Басюк. Последнюю партию учебников по родным языкам в Дагестане выпустили пять лет назад. В прошлом году было закуплено 155 тысяч учебных пособий на восьми языках. Они уже направлены в начальные классы школ. Кроме того, в последние годы более двух тысяч учителей повысили свою квалификацию на специальных курсах. Участники встречи обсудили ситуацию и статус каждого языка, изучаемого в регионе. Около 6 тысяч гектар земель Дагестана остались зараженными саранчой. Таковы предварительные итоги осенних обследований, проводимых Ростельхозцентром. Фермеры уже разрабатывают план мероприятий по борьбе с вредителями. В этом году специальным обработкам подверглись более 120 тысяч гектар сельхозугодий республики. Сегодня весь мир отмечает День пожилых людей. Дагестан не исключение. В рамках всероссийской акции «Забота и согреем сердца» сотрудники Росгвардии по республике Дагестан посетили Махачкалинский дом-интернат «Ветеран». Военный оркестр дал концерт для пенсионеров и исполнил различные марши по пури на тему советского кино и национальные композиции. Нас сегодня очередной раз посетил оркестр, военный оркестр Росгвардии. Это вошло уже в добрую традицию. Они регулярно посещают наших проживающих, такие концертные мероприятия проводят. Наши проживающие с большим удовольствием присутствуют, бывают очень рады ихним визитам. Здесь проживает та категория людей, которая больше всех нуждается в внимании и заботе. Сегодня с нами и военный оркестр Махачкалинского соединения Росгвардии, который подарит пожилым людям хорошее настроение и позитив. Они этого заслужили. Также правоохранители привезли для пожилых людей предметы первой необходимости и организовали чаепитие. Напомним, акция «Забота и согреем сердца» приурочена к Международному дню пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября. Представители трех основных мировых религий посадили деревья на аллее трех конфессий в духовном центре имени пророка Исы Мирьему. Более 400 человек – это участники межрелигиозного форума, который проходит в эти дни в республике. Представители власти Дагестана и духовные лидеры присоединились к акции «Зеленые километры». Наша съемочная бригада стала свидетелем масштабного мероприятия. Все подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Мусульмане, иудеи и православные – лидеры трех мировых религий республики. И участники межрелигиозного форума посадили деревья на территории духовного центра имени пророка Иса Мирьему. Все место в этом же есть. И красота, и сила, и богатство нашей родины. И то, что Владимир Абдуалевич Васильев начал, доброе дело – «Зеленые километры». Мы тогда думали, это где-то, наверное, через месяц закончится. Оказывается, это бесконечный был, этот километр зеленый. Видите, продолжается. Мы можем многое преодолеть, мы можем многое достигнуть. И именно к этому и сегодняшняя акция, она и приурочена, чтобы мы, озеленяя город, давая ему жизнь, сами внутренне омолаживались, сами внутренне становились чище и в мире согласия творили много-много добрых дел. Хотелось бы, чтобы таких акций было побольше, и молодежь приурачивалась побольше к таким акциям. Чтобы понимали, знали, что ни одним днем мы живем, ни сегодня, так завтра все равно это еще будет и будет продолжаться. Поддержать экологическую акцию и показать добрый пример молодежи приехали также представители власти республики. Это только первый шаг. За любым делом надо ухаживать. Поэтому я призываю всех, кто здесь, мы должны сохранить эти деревья, чтобы они выросли. Их надо поливать, ухаживать за ними. Я уверен, что в этом году у нас тоже ряд муниципалитетов продолжены эту акцию и на следующую весну, и на следующую осень. То есть, на самом деле, этот процесс будет бесконечным. Пока у нас зеленые легкие Дагестана не наполнятся со связью силы. Данное место получит большое притяжение и людей, которые приезжают в Дагестан, в столицу. И я надеюсь, что они, после того, как эти деревья сегодня нами посажены, разрастутся, смогут сидеть в тени этих деревьев и размышлять о духовном, о нравственном. Строительство духовного центра еще не завершено, но уже сейчас он объединяет практически всю республику. Участники форума – студенты и общественники. 400 человек посадили около 200 саженцев сосны и березы. Было очень приятно сажать вместе с представителями православной и мусульманской общины. Мне удалось даже два дерева посадить, березку и сосну. Дай бог, они вырастут. И удастся через несколько лет приехать сюда и посмотреть на построенный, открывшийся центр, и посмотреть на деревья, в посадке которых я участвовал. Аллея трех конфессий – это еще один шаг по укреплению мира и согласия между представителями трех мировых религий. В Дагестане никогда не было межконфессиональных конфликтов. И это уникальное аллея тому подтверждения. Прийти сюда отдохнуть сможет любой желающий, независимо от вероисповедания, национальности и цвета кожи. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. Дагестанский врач с липовым дипломом много лет лечила людей. Заведующая фельдшерским пунктом Чародинской больницы работала по фиктивному документу, купленному еще в 1996 году. В нем значилось, что она окончила медицинский колледж. По факту в заведении она не училась. В 2013 году уже доктор предоставила подложный диплом в отдел кадров Чародинской больницы. В итоге ее назначили на должность заведующая фельдшерским пунктом. Правда, вскрылась только сейчас. Против женщины возбудили уголовное дело по части 3 статье 327 УК РФ. Ей грозит лишение свободы на срок до одного года. Дагестанские гаишники встретили из роддома маму с малышом. История началась несколькими днями ранее, когда сотрудники ГИБДД Тажир Ахмедов и Магомед Магомедов помогли молодой семье добраться до роддома с мигалками. Накануне «Стражи порядка» решили встретить маму при выписке и лично познакомиться с малышкой Аминой. Также они передали семье подарок от начальника ГИБДД МВД Александра Шалагина – детское автокресло, поскольку такое сокровище необходимо перевозить в безопасном футляре. Директор Буйнакского офиса Россельхозбанка оказалась мошенницей. Правоохранители установили, что она в сговоре с сотрудниками банка составила в 2014 году фиктивные кредитные договоры и расходно-кассовые ордеры на 18 жителей селения Нижнее Казанище. Затем, используя эти документы, совершила хищение денег в размере 11 миллионов рублей. Сейчас следователи собирают доказательства вины банкирши. После ей будет предъявлено обвинение. Директору дополнительного офиса Россельхозбанка грозит до двух лет лишения свободы. Быстрее, выше и сильнее. В эти выходные в Каспийске прошли шестые Кавказские игры среди юношей на призы олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова. Фестиваль народных видов спорта собрал около 200 школьников. Курбан Рагимов побывал на месте и узнал, какая из 15 команд стала обладателем Кубка. Праздник силы, ловкости и командного духа. Площадка новой 12-й школы Каспийска в этот день стала ареной настоящих спортивных баталий. Проверку физподготовки около 200 участников проходили в семи дисциплинах. В основном это народные виды спорта. Олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков уверен, что такой формат напомнит подрастающему поколению о традициях предков. Это массовый спорт, это очень важно, чтобы наши дети по разным видам спорта выступали. Мне понравились вот эти кавказские игры, которые проходят по взрослым. И вот эта идея появилась, когда впервые в Дагестане провели вот эти кавказские игры. Это наши традиционные как бы, да, дагестанские, кавказские соревнования. Поэтому, чтобы наши дети не забывали наши традиции, то, что наши предки любили, это, я думаю, что для них это какое-то напоминание будет. Преемственность поколений и уважение к старшим. Игры призваны не только определить сильнейшую команду. Для организаторов и гостей важна воспитательная составляющая. Об этом говорили на официальном открытии. С приветствием к участникам обратились представители Минспорта, Муфтията и общественные деятели. Мы всегда за здоровую молодежь, чтобы наше подрастающее поколение выросло в здоровом спортивном духе, чтобы они были патриотами нашей страны. Также немаловажную роль играет и в многих местах наш Муфти подчеркивал, чтобы мы были также как в спорте чемпионами, чтобы показали во всей стране наше чемпионство в благом нраве. Первое золото кавказских игр отправилось в Буйнакск. В забеге на 800 метров не нашлось равных ученику кадетской морской школы Шамсудину Магомедову. Он вышел в лидеры с первых секунд, успел оторваться от соперников и не снижая скорости финишировал уже в гордом одиночестве. Мы сюда, конечно, выиграть пришли. Мы готовились. Мы, честно говоря, каждый день там вообще готовимся. Это суровые условия в школе. В этом году, если мы выиграем, мы в этом году третий раз пришли. Если мы выиграем в этот раз, то кубок нам остается. А так кубок временный на год дают. Если три раза подряд выиграть, то навсегда кубок дают. То есть три года подряд вы первый? Да. Ну, сейчас, если первый возьмем, то начало. А как идете сегодня? Сегодня вроде нормально. Я первый взял. Еще некоторые вот с ним тоже взяли нормальные места. Наибольший азарт участники испытали во время перетягивания каната. Этот вид спорта стал кульминацией турнира. Здесь, как нигде, был важен командный дух. Сильнее всех вновь оказались кадеты. Так они сумели упрочить свое лидерство на шестых кавказских играх. Вслед за командой из Буинакска в общем зачете расположились каспийские коллективы. Школа номер 6 и 8 лицея соответственно. Все призеры получили свои комплекты награда. Также удостоились денежных премий и подарков. В следующем году организаторы планируют вывести соревнования на республиканский уровень и провести их в Махачкале. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин